Лето, пора отдыха и веселого времяпрепровождения. Ежегодно лагерь «Космос» собирает ребят из других областных лагерей для проведения массовых фестивалей. В год экологии фестиваль «Любимый сердцу уголок» носил тематический и весьма актуальный характер. Все подробности в нашем сюжете. В 2017 году лето выдается не самым теплым, однако это не помешало организаторам провести пятый региональный фестиваль детского творчества среди загородных лагерей «Любимый сердцу уголок». Под уютным шатром собрались 16 лагерей со всей Тамбовской области. Организаторы выразили уверенность в том, что несмотря на ненастную погоду, праздник получится успешным. Я думаю, что сегодня здесь собрались самые сильные ребята, которые отдыхают в каждом из лагерей, которые к нам приехали. Поэтому каждый из вас уже является в определенном роде победителем. Я хочу пожелать каждому из вас удачи. И пусть победит сильнейший. Рассказовский район, как и год назад, представлял детский оздоровительный лагерь «Сокол». Ребятам-каратистам предстояло посоревноваться на четырех разных площадках, которые объединяло лишь одно – любовь к родине и сохранение чистой окружающей среды. В одном из корпусов проходило сразу два конкурса – выставка композиции с использованием природного материала, а также «Гринпис» в моде, который представлял собой дефиле юных моделей в костюмах, сшитых из нестандартных материалов, таких как фантики или целлофановые пакеты. В другом корпусе юные интеллектуалы соревновались в знаниях родного края, а под шатром участники фестиваля вовсю распевали песни. Там за зориями, за туманами, в тишине лесов и полей, сограбенное, несказанное, бьется сердце земли моей. Рассказовские соколята достойно выступили во всех четырех конкурсах и с нетерпением ждали результатов, однако главное для отряда воин – не победа. Конкурс необходим для того, чтобы развить у детей духовно-нравственные и культурные качества, ценности. И также он помогает детям больше узнать о своем родном крае, о Тамбовской земле, тем самым возрастить любовь к ней. Первый раз на конкурс приехал сокол или нет? Наш лагерь, ну получается, сокол не первый раз приезжает, а я в качестве вожата первый. К сожалению, в этом году призовых мест занять не удалось, но главные победы у лагеря сокол и отдыхающих в нем детей еще впереди. Владимир Иванов, Новости ТВ, Рассказово.